добрый день уважаемые школьники сегодня продолжаем задачи на движение рассмотрим задачу два мотоциклиста стартует одновременно в одном направлении из двух диаметрально противоположных точек круговой трассы длина которой равна 14 километров через сколько минут мотоциклисты поравняются в первый раз если скорость одного из них на 21 километров в час больше скорости другого эта задача отличается от предыдущей задачи которую мы рассматривали на предыдущем уроке что здесь мотоциклисты стартовали из двух диаметрально противоположных точек давайте мы его покажем на рисунке два мотоциклиста начали движение из двух диаметрально разных точек в разные направления в разные направления длина этой круговой трассы у нас длина круговой трассы у нас 14 километров так и извест мы должны найти через сколько минут мотоциклисты поравняются в первый раз если скорость одного из них на 21 километров в час больше скорости другого то есть один из них ехал на быстрее на 21 километров в час в час и они вот допустим 2 ехал если он быстрее ехал значит он где-то догоняет его так поэтому сейчас мы обозначим в нашей таблице скорость в километрах ой расстоянии в километрах скорость в километрах час время в часах 1 мотоциклист и 2 мотоциклист так пусть скорость первого мотоциклиста x километров в час а другой ехал на 21 километров в час больше значит скорость второго будет x плюс 21 мы должны узнать время через которое они поравнялись то есть оказались в одной точке поэтому время они ехали потому что они стартовали одновременно из соответственно они ехали одинаковое количество времени мы его не знаем поэтому мы его обозначим за т тогда расстояние которое прошел первый мотоциклист это будет x умноженное на т километров а расстояние которое прошел проехал второй мотоциклист это x плюс 21 умноженное на т а так как а так как тот который ехал быстрее значит он наполовину пути проехал больше расстояния то есть половина круговой трассы это будет 7 километров тогда расстояние 2 больше будет чем расстояние 1 на 7 километров тогда уравнение наше примет вид это расстояние которое проехал второй мотоциклист из него вычитаем расстояние которое проехал первый мотоциклист x умноженное на т и это будет равно 7 километров так решаем это уравнение для того чтобы решить сначала раскрываем скобки x будет умножено на т плюс 21 умноженное на т минус x умноженное на т это равно 7 здесь мы видим икс ты и минус икс ты они взаимно уничтожаются тогда у нас остается 21 т равно 7 отсюда ты будет равно 7 деленное на 21 7 деленное на 21 7 и 21 сократим на 7 получается 1 3 часа значит время через которое они поравняются будет равно 1 3 часа но в условии задачи вопрос звучал через сколько минут поравняются значит мы эти часы переведем в минуты тогда 1 3 умножаем на 60 1 3 умножаем на 60 это получается у нас 20 20 минут значит мотоциклисты поравняются в первый раз через 20 минут давайте еще рассмотрим решение вот этой задачи другим способом без введения вот времени например вот в этом варианте мы время которые они поравнялись мы определили через т затем составили уравнение и тем самым мы получили т мы знаем что второй второй мотоциклист ехал на 21 километров в час больше значит скорость сближения скорость второй вариант решения скорость сближения у них будет равно 21 километров в час а так как значит расстояние вначале между ними было 7 километров тогда время сближения будет равно 7 расстояние делим на скорость сближения 7 двадцать первых часа то есть это получается когда мы сократим 1 3 часа ну и 1 3 часа мы его перевели в минуты это у нас получилось 20 минут можно его решить таким способом найти сначала определить скорость сближения время сближения так как в начале расстояние между ними было 7 километров поэтому 7 поделили на скорость сближения ребята давайте рассмотрим теперь следующую задачу два гонщика участвуют в гонках им предстоит проехать 60 кругов по кольцевой трассе протяженностью 5 километров оба гонщика стартовали одновременно а на финиш первый пришел раньше второго на 30 минут чем уравнялась средняя скорость второго гонщика если известно что первый гонщик в первый раз обогнал второго на круг через 10 минут ответ дайте в километрах час давайте сначала мы разберемся в отличие от предыдущих задач здесь гонщики должны проехать 60 кругов по кольцевой трассе которая имеет расстояние 5 километров значит каждый из них про ей проедет 60 умноженное на 5 это 300 километров оба гонщика стартовали одновременно но на финиш первый пришел один из них пришел на 30 минут раньше 2 и еще у нас известно что первый гонщик в первый раз обогнал 2 на круг через 10 минут вот мы обратим внимание сначала вот на это что в первый раз обогнал 2 на круг через 10 минут так давайте сначала минуты мы переведем в часы 10 минут 2 обогнал 1 обогнал 10 минут значит это у нас будет 1 6 часа и еще у нас есть 30 минут на 30 минут раньше пришел значит это одна вторая часа сначала мы переведем все единицы измерения в одну в часы так и составим один второй гонщик ой первый гонщик в первый раз обогнал 2 на круг через 10 минут что это означает как в предыдущей задачи мы сначала найдем скорость сближение один круг у нас скорость сближения будет равна один круг у нас имеет расстояние 5 километров один круг он обогнал на 10 минут и значит 5 мы делим на одну шестую когда мы пять поделим на одну шестую у нас получается здесь 30 километров в час это означает что скорость сближения у них 30 километров в час теперь составим таблицу нашу таблицу значений скорость время 1 гонщик 2 гонщик так пусть скорость второго гонщика это x километров в час а скорость 1 значит будет на 30 километров больше они должны проехать 60 кругов по 5 километров значит 60 умноженное на 5 это они должны проехать по 300 километров зная расстояние и скорость найдем время каждого 300 деленное на x плюс 30 и время второго гонщика это будет 300 деленное на x часов но мы знаем что один из них ну первый из них приехал на финиш на 30 минут больше на 30 минут меньше быстрее теперь составим уравнение составим уравнение значит из времени второго гонщика потому что он ехал дольше чем первый и получается 1 2 ребята я вам предлагаю решить данную данное уравнение самостоятельно и у в ответе у вас должно получится 120 километров в час до новых встреч